Девушки отдыхают Добрый день И теперь про дилетант Это обязательно нужно сказать Потому что ровно здесь, где мы находимся В гостинице Генвеца, на Марата Здесь, собственно, дилетанты происходят Кроме того Это не все Но это еще не все Потому что дилетант происходит Не только в Генвеце на Марата 11 Где его можно приобрести за деньги Но и в Москве Где его можно получить бесплатно В частности, два номера мы тут раздаем В одни руки Один номер про войну Росса Один про Клеопатру Вот 10 победителей мы уже нашли По ходу этого часа еще несколько Отберем за самые лучшие вопросы Александру Невзорову Плюс 7-985-970-4545 Не забывайте подписываться Указывается номер телефона Если пишете через твиттер-аккаунт Вызван или через сайт Эхо Москвы Мы с вами тоже участвуем В конкурсе вопросов Невзорова Ольга, я думаю, что вы определенно В нем участвуете Я передам Я надеюсь, что вам дилетант Продукт бесплатно в Санкт-Петербурге Но если хотите, я вам пошлю Голубины почты А кто мне передаст вопрос? Вопросы мы вам передадим На самом деле, хотелось нам начать С общего и глобального Во-первых, с Новым годом Ну, предположим Предположим, что эти слова Имеют какой-то смысл Хотя действительность в России Неотличима Поза-поза-поза-поза Вчерашней от сегодняшней И я не думаю, что вы Прямо как-то биологически ощутили Какие-то существенные перемены Не лгите мне Не будем лгать Но есть какой-то такой Календарный рубеж, что ли Если подводить какие-то итоги Хорошо, если вам хочется Играть в календарные рубежи Поиграйте Но давайте мы уже перейдем к делу Без всех этих бесконечных там разговоров Про оливье, елки Вот эту всю чушь с Дедами Морозами Можно подумать, что подводить итоги года Это не чушь Ну, смотря как мы будем это делать Итак, начнем Итак, главные три события прошлого года В смысле последствия на 2016 Ну, это, конечно, предложение моего любимца Митрополита Омского Прекратить зачатие детей в пост Вот это мне очень понравилось Тем паче, что это как-то широко и масштабно было Тут же подхвачено прессой Но я подозреваю, что просто старичку проплатили Какие-то изготовители презервативов Потому что ведь он же не сказал, что нельзя вообще ничего Он сказал, что только зачинать нельзя И вообще я удивляюсь вот этой инертности Православных предпринимателей Потому что они могли бы для постов Изготавливать специальные презервативы Черного цвета, покрытые битым стеклом Снаружи и внутри Это было бы, причем это можно было бы красиво оформить С названием благочестия Или иноческий, если с остальными шифами Тоже опять-таки Но вот тут как-то почему-то пока дремлют Православные предприниматели Я думаю, что это будет, может быть, самым знаменитым товаром 2016 года Ну, конечно, по маразму и по прелести этого маразма С этим очень трудно сравниться Какое бы то ни было еще событие Ну, а затем, конечно Да понимаете, все, все Вот одно к другому невозможно Из всей этой россыпи информационных самоцветов Выхватить какой-нибудь один наиболее блистательный И его предъявить к миру Миру, да? Хотя... То есть трех вам не хватит Нет, нет Затем еще можно вспомнить Удивительное воодушевление Зюганова Коммуниста Который, когда ему сообщили, что год Считается годом красной обезьяны Ну, необыкновенно возбудился от этого сообщения И что он сделал? Ну, он начал как-то ухоть бить себя Бить себя в грудь И вообще всяко приветствовать красную обезьяну Которую ему пообещали Потому что, ну, не учувствовать взаимосвязь Коммунистического движения И той самой красной обезьяны Вот здесь как-то Геннадий Сергеевич Просто сам на себя был не похож Нет, много всего забавного происходило Наконец подвелись окончательно И творчество Никиты Сергеевича Михалкова Тоже красивая, конечно, история Потому что в результате, в сухом осадке Выяснилось, что, наверное, Михалков Являются рекордсменом По несоответствии бюджетов и кассовых сборов Самый дорогой фильм, вот его последний «Цитадель», который 45 миллионов долларов, по-моему Он набрал рекордные полтора миллиона Что для Никитцы в прокате В смысле, 45 стоил 45 миллионов долларов, да Стоил, а полтора миллиона Получил Получил Заработал Да, заработал Затем, как мы помним А с каких пор, собственно, вы начали Интересоваться кинематографом Александров А я вообще не интересуюсь кинематографом Это циферки И вы мне только что Вот вы мне задаете вопрос А потом спрашиваете меня А откуда я это знаю? Да исключительно для того, чтобы порадовать вас И ваших слушателей Потом мне, конечно, очень понравился Севастьяновское исполнение обещаний Это кто? Это начальник, по-моему, энергии А Который клялся в начале 2015 года И вот точно так же, как Дзюганов При виде красной обезьяны Причем мы не знаем, какая часть тела обезьяны была Должна быть наиболее красной По мысли коммунистов Чтобы возбудить их Привести их в настоящий тонус Вот так же колотил себя кулаками Севастьянов Который клялся, что в 2016 году Они начинают добычу гелия-3 на Луне Это вы все запоминаете? Вот все вот эти клятвы и обещания Вы запоминаете в течение года? Оля, значит, я объясняю Поскольку это... Зачем вам это? Ну, вот для меня слова гелия-3 Это слова понятные и всегда мне врезающиеся Я когда это услышал То этого я не запомнить не мог Надо понимать, что вообще гелия-3 Это штука... Да, он сильно есть в лунном реголите Это правда Но для того, чтобы добыть Один грамм гелия-3 Нужно перелопатить Сто тонн реголита А еще долети туда Так, нет, правильно Еще нужно... Нет, для этого... Для того, чтобы перелопатить Сто тонн лунного грунта Нужно выстроить заводской промышленный комплекс Размером не меньше Ижорского завода в Петербурге, да? То есть вот эта беззастенчивость И такая широта вранья Присущая русскому чиновничеству Она... Может быть, о ней не стоило бы говорить Потому что это уже общее место Понятно, что врут все, да? И понятно, что в России Чиновник и врун Это тоже уже синонимы Вот тут вот я не могу Вас не спросить вот о чем Когда всякие прекрасные Выдающиеся американцы Нам говорят о своих прекрасных Выдающихся космических проектах То мы говорим, как круто Вот мы тут сидим У нас тут неизвестно, что происходит А люди в это время устремляются в космос И к высоким достижениям науки А когда наш человек отечественный Говорит, что будем добывать гелий на Луне То вы говорите, что это вранье Двойные стандарты? Нет, это, конечно, нет Я вообще за тройные стандарты Но я же не пытался уличить его в нечестности Тогда, когда он это говорил Или в течение всего этого 15-го года Заметь, Оля, несмотря на всю любовь к гелию 3 Я молчал на эту тему целый год На радио Эхо Москвы То есть вы давали шаг Под пытками невозможно было бы Вы дали шаг Энергию Да, совершенно верно Вытянуть ни слова про гелий 3 Теперь гелий взорвался Настал этот ваш 16-й год И понятно, что гелий у нас тоже, как и всего остального, не будет Черт Да, вот именно Чего не хватит, что ничего у вас нет И гелия нет Да, затем Ну, кстати говоря, по поводу космоса А гелий это бы шарики надувать? Не сможет быть Нет, это совершенно другое Можно я добавлю про Николая Севастьянов Он в 2006 году еще говорил Что мы постоянную станцию на Луне создадим Ну вот, я же говорю, что это было давно Я обещал многоразовый корабльный Книпер С помощью которого будут осуществляться полеты на Луну Совершенно верно Вести в эксплуатацию должны были его примерно 4 дня назад И ты туда же, Бойко 15-й закончился Ну вот, кстати говоря, по поводу космической темы Это всем будет интересно Очень рекомендую Блистательную, с моей точки зрения Книжку Солохуддинова о Циолковском Когда Когда вы ее добудете Это непросто, насколько я понимаю Потому что тиражи маленькие Книжка была очень свирепо встречена Естественно, всякими космическими агентствами России А что там такого? А там рассказ про то Какой ложью на самом деле является практически все Что в России было связано с космосом И это такое очень кропотливое В смысле? А в прямом смысле, почитайте То есть, ладно, ладно, Луноход Все время как-то подвергается сомнению и астракизму Кого называете Луноходом? Рогозина? Нет Нет Нет, вот там, где флажок американский неправильно развивался В отсутствие атмосферы Нет, я думал, что эту книжку надо хоть прочесть Так теперь еще и Белки со стрелкой тоже не было, что ли? Нет, они были И у них было много разных, разнообразных, удивительных фамилий У этих Белок со стрелками, я бы сказал Поэтому чрезвычайно рекомендую ознакомиться с этой книжкой Хорошо, мы записали себе Потом, конечно, еще прелестная история с бриллиантовой рукой Я знаю, что все отпираются, что теперь все говорят, что этого не было И у тех тысяч и сотен, и у миллионов Ну не было, официально сказали, что не было Да, понятно Что не стирали никакого неба И ничего не произошло И все распространенные фотографии с экрана Это все тоже Я вам сделаю таких фотографий Я понимаю, Оленька Сотру все, что угодно в фотошопе Откуда вы знаете, что надо стирать? Нет, на самом деле с бриллиантовой рукой все было гораздо интереснее Дело даже не только в том, что мальчишки попытались стереть нимб Там же вообще это фильм, который разрушает практически все скрепы Вы вспомните сюжет Главный герой подбит турецкой коркой Да Более того Там еще долго руководство раздумывалось Стирать ли одну очень опасную по нынешним временам фразу И не запикать ли слово Володька на всякий случай Там, где идет вопрос, зачем Володька сбрил усы, да? А вот вы зря смеетесь Потому что я думаю, что к следующему Новому году вы уже услышите бриллиантовую руку Во-первых, без всяких Стамбулов и других скрепоразрушающих слов И ничего про Володьку, который сбрил усы А там есть еще про билеты в пачку и получат водокачку Да Это уже касается не сколько нас, сколько Крыма И там тоже будут всякие упоминания об электричестве И об открытии электричества А всяких там Эдисонах тоже, вероятно, будут запрещены По поводу Крыма, к вам как раз вопрос от Романа Согласен ли Александр, спрашивает Роман Роман вступил в конкурс? Роман вступил в конкурс полноватой ногой Согласен ли Александр, что референдум в Крыму по электричеству Опрос, да? Это самый изящный ход Путина за его карьеру По перекладыванию, я цитирую По перекладыванию ответственности на самих людей Мудрый был ход Я не вижу здесь изящества К тому же я должен сказать, что как-то вот Все больше и больше ошибок Потому что Конечно же Конечно же трудно удержаться Когда 96 или 86 Процентов населения не видят Никакой разницы между добром и злом Конечно, ими хочется поманипулировать Но все-таки, вероятно, стоило бы Предупредить публику Особенно русскую публику, которая отличается И впечатлительностью, и наивностью Ну и редкой агрессивностью О том, что все может закончиться Не так, как хотелось бы А добро и зло это что? Ну, я не веду добро и зло Даже в вашем Вот в обычном гуманистическом смысле этого слова Добро это По крайней мере отсутствие воин Кровопролития, кошмара И разгулы мракобесия А зло это присутствие всех тех факторов И дело даже не в том, что там мир это какая-то Самоцель Но мир это необходимая питательная среда для развития Потому что, ну хрен бы с ними Там с этими воинами Там гибнут В основном те, кто сделал профессии умирать И в этом нет никакого Чрезвычайного события Но попутно еще ухитряются То голову какую-нибудь лавуазье оттяпать То каким-нибудь замечательным греческим механиком Проломить бошку То еще каким-нибудь безобразным То академика Ухтомского, понимаешь Голодом в Петрограде за море То есть много всяких неприятных последствий От этих воин Да, о чем мы? Вы потеряли мысль Да, я потерял мысль О Крыме О Крыме, да О добре и зле О добре и зле То есть вот все-таки следовало бы, вероятно, предупредить публику О том, что все закончится Может закончиться, по крайней мере, не так, как ожидается Потому что ведь эти вечные разговоры Эти вечные воздыхания про народ Следует помнить, что народ-то наиболее депрессивное Наиболее отсталое И нуждающаяся, скажем так В постоянной опеке части общества Потому что кто устраивал в Германии факельные шествия, да? Хрустальные ночи Или во Франции в Рафланеевские ночи Кто устраивал Хунвейбинские погромы Это все народ, дорогие мои, да? Поэтому, к слову, народ, надо относиться немножко по-другому Что касается непосредственно Крыма Ну, вы представьте себе Вам звонят на ваш домашний телефон Следовательно, все про вас знают И этот звонок на домашний телефон Подчеркивает абсолютную осведомленность Того, что о вас Абсолютную осведомленность звонящих То есть ответ предупрежден Ответ запрограммирован на 100% Но даже тьма Которая загустилась над Крымом Она все равно не мешает Удивительным событиям Которые там происходят И вот этому звону пил Потому что ведь все эти разговоры Про то, что Крым наш Они же служат замечательной шумовой завесой Для того, чтобы никто не слышал Как этот Крым распиливают А распиливают его с невероятной страстью И вот надо сказать Что вот как ни удивительно Как ни странно При том, что фамилия Поклонская Прокурор Крыма Это вроде бы уж совсем Это вот эта красивая девушка Со странными поступками Да, она вызывает Вполне понятное омерзение Но дело не в этом Вот тут она себя проявила блестяще Потому что когда приехал Очень известный деятель культуры И шевеля огромными усами Извиня перстнями на пальцах Потребовал Ялтинскую киностудию Вдруг этот ребенок Зачем потрепывал я здесь Ну, как там можно казино построить Там 27 гектаров земли Хороший с выходом к морю Вообще-то Хороший кусок Ну, ялтинская местечко такое Да, симпатичное Не вредное, да Да То вот этот ребенок Поклонская Вдруг по каким-то непонятным причинам Уперлась рогом И что с ней будет В результате этого неприятного разговора С выдающимся скрипоносцем И деятелем культуры Еще никому не известно То есть она сказала, что Она сказала, что она не подпишет И будет категорически просто Против того, чтобы вот эту Ялтинскую киностудию Да Кому-то отдавали Куда-то для чего-то Да Откуда вы знаете? Знаю Это все вранье Мастеров культуры И про носителей наших скрип Хорошо Если вас больше устраивает версия Что это вранье Ну, давайте тогда договорим А что же выходит? Что там зубы? Я не хочу вас огорчать Что есть? Зубы Зубки Нет Я подозреваю, что там тоже Если в законном смысле этого слова В смысле возможности применения закон В смысле возможности сказать нет Когда приезжает кто-нибудь из Москвы И так Возможно сказать нет Не обязательно должна идти Пердентес Не обязательно должна идти сквозь зубы Она может идти даже из голых десен Но это вот вдруг было сказано Но понятно Это речь идет только о самых крупных распилах Этого бедного Крыма Потому что Все вот это обвешенное золотыми крестами Православное и духоносное русское чиновничество Оно же сейчас поломничает в Крым Только в надежде Отхапать себе Ну, хотя бы там 10, 15, 30 метров Какого-нибудь побережья Пока все остальные дураки орут Крым наш Те, кому следует Ездят и пилят эту крымскую землю Что в общем С моей точки зрения Является абсолютно бесперспективным занятием Потому что Почему он? Крым вернется обратно туда Где он находится Здрасте 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 Да А почему-то он вернется Мы можем подумать Вернется, конечно А вернется, да? Да Продолжим А когда он вернется? Нет, подождите Нет, подождите Не уходите Сами сказали, да Вы сейчас под статью подводите Невзорова, вы знаете Да, вот Давайте, давайте Аккуратно меня Вернется Под статьей И не будем продолжать Значит, смотрите Такая история Такая история про Крым Тут, собственно Господин Федоров Глава ВЦИОМа Сказал, что Те, кто критикуют Прошедший Опрос социологического мнения Дерьмометы Им нужно жену Поучить щи варить Потому что На самом деле Все было Очень честно И даже Если наши Сограждане В Крыму выпивают Они все равно Сохраняют адекватность Как минимум До 19 часов 31 декабря И после 11 часов 1 января Когда проводились Эти опросы Ваше здоровье Да, спасибо Продолжим Продолжим Вот, кстати, что касается Тех самых жителей Про которых Вы сказали Что вот, мол Вам звонят На домашний телефон И вы тут же понимаете Что про вас все знают А что же они Вот такие пугливые Там, серьезно Они же украинскую власть С палками Выгодят Ну, вот Давайте сейчас Как бы Оставим Эту тему Ненадолго Просто потому Что Развитие событий Будет предлагать нам Гораздо более Интересные выводы Чем мы можем Их сделать сейчас Хорошо Интригует Я тогда Хочу Это такой вот Это такой Тонкий Точный прогноз А можно еще раз Повторить прогноз На шестнадцатый год Пожалуйста Вот то, что вы сейчас сказали Оля, вот сперва Принесите мне Из прокуратуры Бумагу Которая меня освобождает От всякой ответственности За любые мои высказывания О Крыме Тогда мы с вами Продолжим беседу Бумагу на стол Черт возьми У нас тут был Хороший вопрос Давайте сменим Тему действительно На мой взгляд Хороший вопрос Я сейчас не могу Найти смс Но позже Пока вы будете отвечать Назову автора Он спрашивает Что может персонально Вас, Александр Гнебович Вынудить прекратить Журналистскую деятельность В России Ну, естественно Как всякого наемника И существо глубоко Беспринципное Это предельно большая Сумма денег Либо Какая большая Очень большая Я пока не буду Называть цифры Потому что я не вижу Реально Потому что вдруг Принвожат больше Да, совершенно верно Зачем себя ограничить Нет, давайте все-таки Нет, это замечательно Замечательно Все то, что я слышал Но давайте еще Продолжим подводить Итоги года Я вспомнил Про то, что В 2015 году Меня, конечно Тронул и умилил И я считаю Рекордным По своей маразматичности И красоте Одновременно Поступок Такого Отца Никона Фамилия его По-моему Дубляженко Это Из Террористического Донбасса Террористический Поп Который Руководил Вот вы сейчас Разбрасываетесь Словами Очень смело Конечно За эти слова Я готов ответить В них Как ты сама понимаешь Не содержится Никакого Ни оскорбления Ни Всего-навсего Характеристика Деятельности И вот он Собравшись на Украину Допился С Донбасса Да, с Донбасса На Украину На Украину Для того, чтобы Пересечь границу Украины Этот отец Никон Вдруг начал Украинским Пограничникам Предъявлять Все эти секретные Документы Удостоверяющие Что он является Донбассским террористам Особо доверенным Лицом Других крупных Донбасских террористов Те повыпучили глаза Но в результате Папа повязали И он сейчас Находится По-моему В Мариупольском СИЗО Но Опять какие-то Банки Вы сказали Нет Очень легко Это Посмотри В Москве Посмотрите Там на О Никон Дубляженко Да Вы сразу Эту историю Может быть Если она проникла В интернет Узнаете В гораздо более Красочных Подробностях Я же не раз В интернете об этом узнали Вам кто-то рассказал Какие-нибудь слухи Грязные Нет Это не грязные Слухи Это прямо оттуда Я же не рассказываю Вам про попов Которые Как выяснялось Устраивали ДТП А в объяснительных Написано было Что вообще У них уважительная причина Потому что Они спешили На пирсинг сосков Что? Простите Я должна упасть Я должна упасть На пирсинг сосков В этот момент И ты чеш тоже Да Мы упали Мы фрапированы Да А я не должен Парать Потому что Я уже через это Прошел Что-нибудь Ты не А я понимаю Вышел Да Нет Если вы прошли То мой совет Вам по крайней мере Это сейчас скрывать Здесь у нас Есть возможность Мягко перейти К скандальной истории С Чаплиным Тем паче Что она не закончилась Как не закончилась? Что Нет Ну как Она не закончилась Она не закончилась Теперь РПЦ получила Мощного Злобного Агрессивного И талантливого Противника Который хорошо знает РПЦшную кухню В лице Чаплина Но надо сказать Что ситуация Усугубляется С каждым днем Потому что Все эти Черносватинцы Вот эти Козлобородные Которые Вот из этих Всех всемирных Русских соборов Они все выстроились В огромную Как мавзолею Очередь Чтобы каждый Теперь считает Своим долгом А бедного Чаплина Вытереть ноги А вам его жалко А мне его жалко Конечно Я его вообще Очень ценил Потому что он был Хотя бы живым человеком Он ведь богемщик Он ведь в прошлом Он похож на Хипина Такого Да В прошлом Запойный нормальный Богемщик Который начал изображать Из себя мракобеса Конъюнктурщика И как справедливо Говорил Василий Тальч Шульгин Что нет Худших антисемитов Чем бывшие евреи Вот точно так же Запойный Веселый Богемщик Ксева Начал изображать Из себя Церковно-номенклатурного Чиновника С той же страстью С которой Вероятно Бывшие евреи Изображали из себя Антисемиты О господи О господи А тут он Что-то Восстанавливался Теперь назад Да Сейчас Единственное Что я боюсь Что вся его деятельность Не будет эффективной Почему? Потому что Вот эти все бомбы Которые он может заложить Они бы сработали Изнутри РПЦ Взор На ее поверхности Они не будут Как эффекты Да История православного Сноудена Сейчас Ставится многоточие Продолжим Буквально Через несколько минут Персонально Ваш Я не нашел В один С Счет Который вы должны были Выставить Две недели назад Где он? Есть моменты Которые могут Испортить Долгожданный отпуск Сразу И безвозвратно Но решение есть Один С Предприятие От Хост Икс Через интернет Доступ к вашей программе Один С Предприятие С любого устройства И с любой точки мира Да вот же он, Виктор Иванович От 18 мая Точно Я не заметил Ладно Приятного отдыха Работайте из отпуска Офиса Дома Работайте В единой базе Один С Попробуйте Две недели бесплатно Хост Икс Персонально ваш 15 часов и 35 минут В столице Продолжается программа Персонально ваш Сегодня персонально ваш Поплицист Александр Невзоров Из Санкт-Петербурга Задают ему вопросы В московской студии Всеволод Бойко Оксана Чиш А в Питере В отеле Генведцын Марата 11 Где можно купить Динетант Находится не Тоник Александр Невзоров Но и главный Редактор Эха Москвы В Петербурге Ольга Бычкова Александр, вы закончили По Чапнину проходить? Можно следующий вопрос Мне еще что-то А вы, кстати, где смотрели Бриллиантовую руку Когда были маленькими? Дома Кино Вот первый раз Дома? А дома? Я не помню А, ну вот я, например, помню А вы где смотрели? А я смотрел Нет, я смотрел В нормальном сельском кинотеатре Который как раз был переделан В кинотеатр Из старой церкви И там поп, который Когда-то был попом И который остался не при делах Он устроился в нее киномехаником И я помню, как он Заливисто хохотал Крутя какие-то ручки И нажимая какие-то кнопки Вот как раз На ту самую скандальную сцену С уходящим с ним бомбальчиком А потом там снова сделали церковь К сожалению, разрушив хороший кинотеатр И киномеханик снова стал попом Ну, через какое-то время Вероятно, будет опять киномеханик Я напоминаю, что свои вопросы Можно присылать Александру Невзорову На номер 07-985-970-4545 У нас есть твиттер-аккаунт Вызванный сайт f.msk.ru Если вы ждете вопросы через интернет Подписывайтесь Потому что сегодня великий день Сразу два номера Журнала Динитан за самые интересные вопросы Мы будем давать совершенно Бесплатно Ну, а пока вы соображаете Оксана Хотели вас спросить по поводу Еще одного, наверное, главного Медийного героя, что ли, последних Не то что одного года, а нескольких лет Рамзан Кадыров тут снова оказался В центре некоторого обсуждения и скандала Потому что, скажем так, высказался Относительно родственников тех Кто в Вене участвовал в митинге 24 декабря действительно был митинг в Вене Когда участники требовали Прекратить репрессии в отношении жителей Чечни За критику в отношении власти Так вот, Рамзан Именно так и поступил Рамзан Кадыров Именно так и поступил Рамзан Кадыров Должны, говорит родственники, разобраться с этими участниками У нас обычаи Брат за брата отвечает Я дал поручение узнать Есть ли у них брат, отец, какой тейп, откуда они родом И что они собой представляют Почему они позволяют себе высказываться В адрес руководства, республики и народа Знают ли они, что мы будем использовать все ресурсы Закон, традицию, религию В последующем, скажем, членам семьи Чтобы сами разобрались со своими родственниками А если они не примут решение Значит, будем требовать Многозначительно закрываю я тут цитату Вот ведь как-то получается, что государство в государстве Никого это особенно здесь не волнует А есть какой-то порог, после которого будет волновать? Ну, Кадыров талантливый педагог, конечно Он пытается объяснить, научить Кремль Простым способом управления И уже перешел, как я понимаю, к таким вполне открытым публичным сеансам Потому что кулуарная попытка вразумить кремлевцев Ни к чему пока не привела У нас не в такой степени существует пренебрежение гражданскими законами Как это предлагает делать Кадыров Вразумить Вот он показывает Он показывает, как нужно В надежде на то, что он будет услышан И скоро, вероятно, эти порядки станут определяющими в России Ну, у нас же... Ну, я отмечаю вот только педагогические таланты Многоконфессиональная страна То есть, например, применительно к Санкт-Петербургу Как это будет выглядеть, по-вашему? Вот эта схема, если ее приложить сюда Нет, но вот у нашего Толи Судакова Которого вы знаете под сценическим псевдонимом в Арсануфе Митрополит в Арсануфе У него, конечно, темперамента у Толи Судаковой не хватит И артистического кадыровского дара тоже у него нет Ведь обратите внимание Кадыров же это не просто Он же не просто злодействует Он же не просто самодурствует Нет, он исполняет очень тонкий И очень, я бы сказал, по-своему Такой леденящий, блистательный ритуал власти И показывает, как будто бы демонстрируя всем Как должна выглядеть, пахнуть и сверкать настоящая власть В надежде на то, что глупенький Кремль Увидит и послушается, и начнет подражать Это же все, понятно, что все это спектакли Спектакли? Конечно Почему спектакли? Ну, потому что если бы он хотел решить эти вопросы Разве там нет действий за этими спектаклями? Или после этих спектакля? Дофига действий Но тогда, когда он хочет решить просто решить вопросы Поверьте, он решает их Не прибегая ни к каким огласкам и ни к каким СМИ А здесь это все делается специально на показ И демонстрируется, ну, скажем так, с его точки зрения Наиболее конструктивный стиль поведения А с другой стороны И надо сказать, у него этот спектакль блестяще удается Посмотрите, как вы медийный мир подхватываете и начинаете это все обсуждать Ну, конечно, но с другой стороны Вот что кивать на Катырова и пенять Когда, наверное, люди, которыми он управляет Наверное, ждут от него именно такого поведения Как, например, от Путина тоже ждут Многое такое, что он вот нам и являет, собственно Тут же непонятно, где курица, а где яйцо Нет, ты знаешь, всегда понятно, где курица, а где и у кого яйца главное Это всегда видно, у кого яйца Поэтому я думаю, что в случае с Петербургом И с попыткой вот такого стиля управления Нет, здесь все-таки это мало реально Тем паче, что Толя Судакова, в общем, на место поставили С Исаакием и с его непомерной алчностью захапать все историко-архитектурные памятники в городе А вот что касается в масштабах страны, ну что ж, посмотрим, что называется Как вам эта новость про, ну, вернее, продолжение этого, сказала бы слово, сериалах Если бы он не был таким, конечно, трагическим многократно Ну, так и говорится, трагического сериала, конечно Потому что теперь годовщина, и теперь там новая картинка должна появиться на обложке Про бога-убийцу То есть, вот как пишут, например, разные тут агентства Там должен быть изображен, изображена некая фигура некоего бога Бородатого мужчины в длинном одеянии, который забрызган кровью В сандалиях с автоматом Калашникова за спиной И подпись Прошел год Убийца все еще на свободе Бог-убийца Ну, вот это все, вот, в общем Ну, как вы любите, на самом деле Ну, все правильно, на самом деле Это всего-навсего трезвое И, я бы сказал, беспристрастное Прочтение Библии А знаешь, кстати говоря, вот в 2015 году Голландские исследователи поставили очень любопытный эксперимент Они брали Библию, вот как таковую Библию, да, Ветхий Завет и Новый Завет Но оборачивали ее в какую-то другую обложку С совершенно другими заголовками Очень часто с заголовками вызывающими И эту книгу пытались, Библию обычную, каноническую Пытались читать на улице прохожим И я могу сказать, что в семи случаях, в случаях из десяти Их попытались сдать в полицию За распространение экстремистских и человеконенавистнических идей Ведь то, что я всегда говорил Ну, это мы с вами обсуждали уже миллионы Да, совершенно верно Потому что нельзя к детектам относиться Оль, подожди, ты меня спросила, попросила прокомментировать Шарли Я тебе комментирую, что их, ну, скажем так, рецензия на этот год Которую они изобразили в виде кровавого с топором и с калашниковым богом Это всего-навсего трезвая, вменяемая оценка религии и ее воздействия на любое общество и на любое сознание Это действительно чудовищная пакость Ну, так это же сделали не боги и не какие-то там коллективные разумы А это сделали конкретные люди, конкретные убийцы и преступники, террористы По-моему, слишком легко Ну, ты мне еще скажи про то, что терроризм не имеет национальности и не имеет конфессиональной принадлежности Великолепно имеет и более того, мы не видим в течение последних 10 или 15 лет никакого иного терроризма, кроме религиозного Весь терроризм только религиозный Ну, а до этого мы видели какой-нибудь там, не знаю, красный, черный и чем это лучше? А это тоже были, это был идеологический, но идеологический терроризм не далеко ушел от религиозного, скажем так По крайней мере, они имеют абсолютно общую природу Вот там, вот наши прелестные москвичи, судя по этим, ах, ах, они что-то хотят спросить Есть такое, а у нас прелестные москвичи Как раз про идеологию, да еще и слово красное прозвучало Тут Сергей интересуется, как вы относитесь к тому, чтобы переименовать газету «Советский спорт» в советовский спорт? Кстати, как теперь по новым известным украинским законам следует относиться к распространению на Украине таких изданий, как, например, «Московский комсомольц» Ну, понятное дело, Сергей, конечно, иронизирует, отталкиваясь от вчерашней новости о переименовании советского шампанского в советовское Но вообще сама идея отказа от символов даже на таком уровне, она правильная или нет? Ну, во-первых, мне все равно, потому что я не чувствую остроты этого вопроса Я думаю, что это очень связано с такой сиюсекундной конъюнктурой и вообще с авострением идеологической борьбы Когда вдруг советская объявляется эталонным, важным, сакральным и прекрасным Одними, да, а вторыми, соответственно, начинает люто быть ненавидимым Но для меня все это не имеет никакого смысла Почему? Потому что, как вы помните, я был одним из тех немногих людей, которые действительно за этот советский союз дрались Причем дрались в буквальном смысле этого слова, в том числе и физически, в том числе и с оружием в руках И я помню, что когда в реальности реальный советский союз рушился, то из 20 миллионов коммунистов, из бесконечного количества сторонников Российской империи Три мальчишки, три мальчишки и один полуспятивший маршал, Охромеев, вышли за него драться На весь советский союз нашлось три человека, которые пытались каким-то образом встать поперек этой лавины течения истории То есть это цена вопроса, цена этого советского союза И поверьте мне, вот эти все декларации и за, и против, они остынут И люди, которые сейчас высказываются столь горячо за и столь горячо против И переименовывают шампанское, и требуют бесконечных деноминаций разных улиц Они все успокоятся, это все стоит две копейки А все остальные, я напоминаю, вот кроме тех трех мальчишек, начальника Вильнюсского ОМОНа, начальника Рижского ОМОНа, вашего покорного слуги Все остальные тихо сидели по углам, и никто не пикнул А откуда сейчас они взялись? А вот сейчас, когда это безопасно, сейчас, когда есть возможность просто поговорить И это превратилось в некое такое декоративное украшение идеологии Вот и повыползли всякие там какие-то лысые писатели, сторонники Советского Союза Которого они в жизни никогда не видели и не нюхали, и не понимали, что это такое Ну уж ладно, нет Не, ну там есть какие-то вообще сосудки Но это было все-таки, ну, конечно, уже давно Это было уже давно, но, Оль, поверь мне Вот всех этих людей, которые сейчас рвут на себе с треском тильники за Советский Союз В помине не было, когда было действительно опасно И не будет, когда снова станет опасно А вот эта вот идея, что восхвалять, что запрещать, что угодно Она вот такая вот живучая, просто потому, что все-таки прошло еще не 500 лет, а меньше Или почему? Или у людей какой-то есть какой-то внутренний комплекс, который вот им все время зудит и не дает покоя Нет, черт знает, что у них вообще зудит и почему зудит У них бы, по идее, вообще ничего зудить не должно было Но здесь я подозреваю, их аккуратненько, аккуратненько корректируют все время вот эти вот пропагандистские подвижки При том, что русские, ведь нельзя сказать, что они очень внушаемые Если бы они были внушаемые Ой, да ладно Да подожди ты, если бы они были внушаемые Тогда им с легкостью можно было бы внушить и прямо противоположное тому, что они сейчас исповедуют Но им не внушается это Ну, потому что сейчас им не нужно этого внушать Они не хотят быть внушаемым А потом нужно будет внушить что-нибудь другое И будет те же 146% или 89% Все верно Но главное, главное, чтобы все-таки не посягали на столь важную для сегодняшних жителей России идею коррупции Которая является одной из национальных идей Ну, потому что это сильно прекрасная вещь Посмотри на юных чиновников Да, они же... Ведь вообще сейчас юный русский человек прекрасно понимает Что никаких надежд на существенное повышение материального благополучия, кроме коррупционных, нету Он точно не получит Нобелевскую премию Он точно не снимет властели на колец Он точно не напишет бестселлер, а соблазн в колоссальное количество А бестселлер может написать что? Так нет, имеется ввиду тот бестселлер, за который можно много получить Единственный путь к благосостоянию это коррупция Почему, кстати говоря, и провалились все эти шоу вашего друга Навального с Чайкой А почему не провалились? Ну, потому что народ отбезмолвствовался Он уж по полной За исключением вашего брата-журналиста Нет, подождите, подождите А что должно было произойти? Россия самым гробовым... Как что? Что весь народ должен был как... Оль, я понимаю, что... В едином порыве Нет, я просто пытаюсь понять, что там в другом сцене Пройти к дому, к дому, к чайке, видимо, там, я не знаю Ну да Какие вы все-таки юные? Какие... У вас паспорта-то есть у всех? Еще нет Нет, еще, вот я так и чувствовал Потому что я помню, когда была история с Дгдляном Ивановым С узбекским делом Я помню толпы на Чапыгина Я помню толпы на Кировском проспекте А когда уже просто готовы были... Толпы что они делали в это время? Толпы, которые холошматили себя в грудь, в ярости и в неистовстве Я помню, что происходило на Манежной площади в Москве Когда возникли первые антикоррупционные дела Я помню, какими национальными героями были Дгдлян и Иванов Это да, это правда И этот национальный героизм ведь не сверху был спущен И не искусственным образом Каким-то образом как-то создавался Он был абсолютно органичен Они поднимались на вот этой народной волне ненависти, возмущения и восхищения теми героями Которые решили пойти против коррупционного механизма Однако же Навальный очень популярен И тоже им восхищается Ну, утешайте себя этим, Оленька Если вам хочется себя поутешать чем-нибудь, поутешайте Давайте еще найдем какую-нибудь возможность вас утешить Расскажите, что бы вас могло еще порадовать Ну, а кстати, хорошо, если вот в этом уравнении рассуждать, которое вы сейчас привели Тогда почему тогда так, а сейчас не так? Что коррупция куда-то проникла дальше? Нет, не было такого количества соблазнов Конечно, если бы тогда было такое количество соблазнов Было бы твердое понимание того, что коррупция Это самый безопасный и симпатичный и короткий путь к личному обогащению Вероятно, тогда бы тоже народного возмущения бы не возникло А разве не было такого тоже раньше? Нет, конечно, еще эти соблазны, которые сейчас существуют Не были представлены столь материально Они не были вот то, что называется инкарны В мясе, да, в оплоти Так как это все существует сейчас Нет, сейчас, конечно, коррупция одна из наиболее качественных и существенных национальных скреп Хочется спросить еще вот про какую новость Тут наши моряки, как утверждают датские силовики, пьяные попались в море И теперь непонятно, что с ними будет Потому что по морским законам чуть ли не посадить их могут за нарушение устава И в связи с этим Дмитрий Мезенцев, его вопрос к вам я переадресую Интересуется, может мы запретим датской коронавии въезд И не санкции введем против Дании Как далеко простирается агрессия российского руководства В попытке защитить собственных граждан? Я предлагаю объявить вне закона породу датских гусей Они еще есть Да, да, это знаменитые очень гуси Они есть в фермерских хозяйствах И если послать по этим фермерским хозяйствам опричников И извести датского гуся А уже гуся давили трактором каким-то Это мы не приведем в меня на историю Там были дохлые гуси в упаковочке А мы говорим о живых гусях, которые должны своей кровью смыть ошибку датского руководства Как вы заговорили про моряков Я-то подумал, что наконец награда нашла героев Я-то порадовался, когда вы начали говорить Я был уверен, что вот тот самый сторожевой корабль Который все-таки не сдался турецкому маленькому рыболовецкому суденушку Это вот еще тот корабль, который мы обсуждали в прошлом месяце Я-то получил государственные награды за то, что они все-таки не сдались А даже отстреливались от рыбака От рыбацкой этой яхточки из пулемета А может, они получили награды? Может, уже получили, да Может быть, это секретные награды? Мы же не знаем, кто там вообще, кого чем награждает? У нас вообще очень много секретов Что происходит? Конечно У нас очень много секретов Может, они получили награды Да ладно, у нас любят награды красиво, там с камерами Да, может быть, у нас и гелий-3 уже как-то в таянии добывают на Луне Да, а может быть, мы все как раз дышим гелиями и не догадываемся об этом Не знаем, да Не знаем просто А может быть, мы уже все обдышались? Еще один вопрос в завершение Если позвоните, сейчас был довольно длинный спич на тему коррупции Как основного и наиболее легкого способа заработка в России Галина, наша слушательница, интересуется А как рядовому россиянину поучаствовать в распине денег Выдяненных на патриотизм По свежей вступившей в силу программе В размере 1 миллиард 666 миллионов Черт возьми Знаете, если бы я знал, то я бы первый кинулся бы в этом поучаствовать Правда, боюсь, что любые патриотические речи в моем исполнении Не были бы, конечно, достаточно убедительны Но, может быть, миллиард... Нет, миллиард бы меня не вдохновил Серьезно? Нет, нет Все-таки, вы знаете, вот когда речь идет о каких-то убеждениях Вот эти вот копеечные суммы, они не работают Тут, вероятно, надо оперировать немножко другими циками А что же тогда на патриотизм выделяются копеечные суммы-то? Это что? Они выделяются для того, чтобы... Остаточный принцип? Нет, 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 нет Понятно, что все это выделяется под распил Но поскольку это все равно то, что называется сумма, предназначенная на убой Она не должна быть ни слишком маленькой, ни слишком большой Вот найдена золотая середина А как вашему уважаемому слушателю поучаствовать в распиле? Вот, черт его знает Надо было вовремя думать и вовремя встраиваться в соответствующие госструктуры Сейчас, конечно, ей надо было начинать лет 15 назад, чтобы сейчас получить доступ к миллиарду Это нужно было начинать 15-17 лет назад Да ладно, за эти 15-17 лет назад уже столько тут... Пересажали, да Риск есть Да ладно, пересажали Патриотизм может смениться слева направо и обратно Да, и сверху Он, я думаю, сменится еще в самое ближайшее время Вот на этом прогнозе на 2016 год мы завершаем программу «Персонально ваш», в которой постоянным гостем был публицист Александр Невзоров Помогая набеседовать с ним Ольга Бочкова, главный редактор Эхо Москвы в Петербурге, Всеволод Бойко и Оксан Чиж Последние двое вернутся в эту студию через несколько минут с главными цифрами прошедшей недели О победительной розыгрыше журнала «Динитанычки» вопросы мы в том числе читаем в эфире Обязательно в ближайшее время с вами свяжутся наши сотрудники Ну и более того, мы еще продолжим в следующем часе Персонально ваш